Этот дворец станет самым большим в Тульской области. По площади Ледовой арены, например, трофик он обойдет в полтора раза. По вместимости зрителей в 10 раз. Его построят здесь, на Восточном обводе. Посмотреть будущую площадку в понедельник приехали глава региона Алексей Дюмин и председатель правления газовой компании Алексей Миллер. Именно Газпром будет возводить объект. Очень приятно, что в Туле появится объект международного уровня. Это реально объект, который будет построен по международному стандарту. Без сомнения, проект такой амбициозный, в хорошем смысле слова. И поэтому и сроки реализации проекта тоже амбициозные. Сейчас в регионе работают 4 ледовых арены. Только в Туле в детских хоккейных группах, которые созданы при областной школе Олимпийского резерва, занимаются почти полтысячи ребят. Дима Осташов, капитан Тульской детской хоккейной команды, тренируется всего год, но жизнь уже хочет связать со спортом. На строительной площадке он получает особенный подарок – клюшку, который на месте ему подписывают кумиры, советский хоккеист, главный тренер сборной в 2000-х, Александр Якушев и олимпийский чемпион Антон Сихорулидзе. Мне хоккей нравится тем, что там лед, коньки, тяжелая форма, большие скорости, силовая игра. Строить ледовый дворец в Туле будут по программе «Газпром детям». За время ее реализации в регионе уже сдали два спорткомплекса с бассейнами, футбольные поля, спортивные площадки. Ледовый дворец станет самым масштабным проектом. Я уверен, что данное суждение, которое будет построено через два года, это будет кузница кадров будущих олимпийских чемпионов, как по хоккейу, так и по фигурному катанию. И вообще это станет местом отдыха, приведения спортивного досуга наших жителей, Тула и Тульской области. Ледовый дворец должны сдать в 2018 году. Но планы на него спортсмены строят уже сейчас. Помимо создания дополнительных детских групп, в регионе хотят в два раза увеличить и число команд взрослой ночной хоккейной лиги. Желающие есть, был бы лед. Надежда Милюхина, Руслан Кравченко, Первый Тульский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова